итак друзья чтобы попасть в нужный нам раздел аналитики нам нужно зайти в творческую студию для этого нажимаем на значок вот такой вверху в правой части нашего экрана и выбираем творческая студия далее в левой части экрана youtube аналитика и чуть ниже удержание аудитории по умолчанию здесь показывается удержание аудитории по всему каналу но нам это не нужно потому что особого значения это не имеет нам нужно смотреть удержание аудитории по конкретно каждому видео для этого выбираем интересующие нас видео например вот это копируем адрес ссылки переходим на страницу с аналитикой вставляем вот сюда скопированную ссылку и здесь нам нужно оставить все что после знака равно остальное удаляем вот здесь показано название этого видео кликаем по нему рекомендуется изучать аналитику удержания аудитории за последние 90 дней для этого вот здесь вот выбираем не 28 дней последние а 90 хорошим показателем удержания аудитории является 50 процентов и более теперь давайте посмотрим на примерах различных видео как пользоваться этой статистикой для примера я выбрал видео с хорошим показателем удержания аудитории со средним показателем и с низким показателем давайте посмотрим как работает данный график падение на графике означают что в эти моменты ваши зрители либо перематывают ваш ролик либо закрывают и уходят вот такие бугорки означают что данный момент видео вашим зрителям интересен и они пересматривают его возможно по несколько раз например мы видим что вот здесь первые секунды просмотра видео ушла незначительная часть аудитории видимо которой было не интересно данное видео и далее просмотр шел более-менее плавномерно и в конце аудитория начала расходиться как мы можем это использовать для увеличения числа просмотров и подписчиков на своем канале ну например вот здесь мы можем поставить аннотацию или подсказку чтобы не потерять вот эти 12 13 процентов аудитории по какому-нибудь подобному тематическому видео чтобы люди не ушли с канала а перешли на другое ваше видео либо на другой плейлист то же самое мы можем сделать вот здесь чтобы не просела до конца не ушла аудитория можем вот здесь вот на 6 минутах 39 секундах поставить также подсказку или аннотацию которые будут вести на другое видео либо на другой плейлист таким образом ваши подписчики не покинут ваш канал и не перейдут на другой а останутся на нем просто будут смотреть другие ваши видео количество просмотров таким образом увеличится количество подписчиков тоже увеличится потому что если им не интересно это видео они перейдут на другое возможно она заинтересует их теперь давайте рассмотрим видео со средним показателем глубины просмотра здесь что мы можем понять в начале видео здесь идет так называемая интро канала сейчас я его запущу и мы видим что как раз во время просмотра этого интро мы теряем 30 процентов аудиторию значит интро канала она не имеет здесь никакого значения а наоборот отпугивает зрителей поэтому есть смысл либо вообще его удалить либо сделать более коротким например 3-4 секунды хотя тенденция показывает что лучше сейчас вообще не использовать интро канала далее все идет плавномерно но поскольку спад здесь довольно плавномерный я бы не стал распугивать аудитории перекидывать ее на другие видео или на другие плейлисты я бы сделал это вот здесь на 8 минутах 59 секундах чтобы основная масса не ушла а перешла на мое другое видео либо на мой другой плейлист еще здесь есть такой интересный момент в конце этого видео стоит закрывающие или завершающие окно так называемое то есть когда зритель заканчивать смотреть этот ролик ему предлагаются другие ролики и плейлисты моего канала предлагается подписаться на канал либо перейти по ссылке на мой сайт но как мы видим до этого момента дошли только 6 около 7 процентов аудитории поэтому смысла от этого закрывающего окна практически никакого нету именно поэтому я бы поставил аннотации и подсказки вот на вот этом моменте пока на моем видео еще 30 процентов аудитории теперь давайте разберем ролик с очень низким удержанием аудитории здесь мы можем наблюдать что в первую минуту видео мы теряем практически 70 процентов аудитории это говорит о том что данное видео им не интересно видимо она не цепляет самого начала поэтому аудитория уходит и здесь мы можем сделать следующее чтобы не потерять вот эти 70 процентов аудитории понимая что им это видео не интересно мы прямо в самом начале например на 10 секунде можем поставить аннотацию или подсказку которая будет уводить зрителей на другое видео или на другие плейлисты вторую бы подсказку я поставил вот здесь третью вот здесь потому что далее количество аудитории довольно таки очень низкая и мы видим что до конца досмотрели видео всего три процента то есть примерно из 100 человек три человека досмотрели это видео до конца также из этой статистики мы можем выяснить что более короткие ролики гораздо востребовании чем длинные и удержание аудитории на них больше поэтому для своих зрителей если допустим у вас будет какая-то тема которая требует длинного видео лучше разбить ее на какие-то части где будут короткие ролики кстати у меня к вам вопрос напишите пожалуйста в комментариях используйте ли вы статистику удержание аудитории в своей работе над каналом на мой взгляд работа с показателем удержания аудитории на канале имеет очень важное стратегическое значение поэтому ни в коем случае не игнорируете его заходите на свои каналы смотрите показатели отдельно по каждому видео и анализируйте что вашим зрителям больше нравится что нравится меньше смотрите график и согласно ему расставляйте подсказки и аннотации чтобы ваши зрители не уходили на другие каналы а как можно дольше оставались на вашем на этом все если видео вам понравилось и было полезно ставьте лайки оставляйте комментарии под видео подписывайтесь подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые выпуски а с вами был андрей и канал про бизнес до встречи в новых видео пока пока Продолжение следует...